Как вот текло, вот там это, и сюда ко мне, понимаете? Все. Никаких условий нет, никаких. Инвалид второй группы Любовь Яковлева показывает, в каких условиях ей приходится жить последние годы. Желтые потеки на потолках – результат постоянных затоплений, прогнившие оконные рамы, отсутствующие в окнах стекла. В кресле у пенсионерки кипы бумаг и папок. Это многочисленные обращения в городскую администрацию, прокуратуру области, региональное правительство, ГЖИ и Роспотребнадзор. В них женщина просит признать дом номер 122 во дворе пролетарки аварийным и расселить его. Однако вразумительных ответов не получает. Отнекиваются вот этими отписками. Я уже замучилась, вы знаете, ходить невыносимо уже по этим инстанциям. Вот где у нас это, условия какие? Вы видите? А я больная, я задыхаюсь здесь уже, в этой комнате. Условия, в которых проживают Любовь Яковлева и другие обитатели этого дома, сложно назвать человеческими. Грибок и плесень по всей площади потолка в коридоре, от которых тот буквально почернел. В помещении, где стоят стиральные машины, текут трубы. Жильцы ставят под них тазики и включают не больше двух машин одновременно, иначе случится потоп. На лестничных пролетах отсутствуют оконные рамы, из-за чего зимой, жалуются жильцы, здесь холодно, как на улице. Где-то ремонт, где-то что-то мы делаем все за свой счет. Мы живем здесь практически одни пенсионеры. Вот, и мы со своих пенсий собираем эти копейки, тратим на унитазы, на какой-то ремонт, на прочистку труб, в общем, на все вот это вот. Ну, это мелочи. А более глобальные, где вот это нужно побольше денег, у нас нет денег. Нет возможности у жильцов отремонтировать душевые помещения, а на три этажа здесь работают только два душа. Однако сложно представить, как вообще можно мыться в таких условиях. Плитка здесь приобрела жутковатый желто-черный налет, на стенах и потолке грибок, а на перегородках уже образовалась своя флора. Но и сюда обычно очередь. Видите, видите, у нас даже все растет. Все это зелено. Ну, сами так, периодически сами мыем, чистим, но все равно. Некоторые комнаты в этом доме закрыты, а двери опечатаны. Это было сделано представителями управляющей компании «Октан», которая обслуживает здание. Опечатанные помещения были признаны аварийными. Жильцы были переселены в соседние, такие же разваливающиеся дома во дворе пролетарки. В 119-й, где в декабре прошлого года обвалилась часть стены, или в 48-й, где в конце мая этого года обрушились перекрытия сразу четырех этажей. Жильцы трехэтажки номер 122 уверены, обрушение их дома – дело времени и пытаются достучаться до властей. Все время какие-то отписки, все время какие-то отписки. И потом уже перестали, уже надежда пропала и уже перестали ходить. Однако надежда, как известно, умирает последней. И у жильцов этого дома, кажется, появился шанс покинуть полуразвалившиеся стены Морозовской казармы. На прошлой неделе, на заседании межведомственной комиссии города, дом номер 122 был признан аварийным и непригодным для проживания. Теперь жильцов вроде как собираются расселить. Однако сами они об этом, как говорится, ни сном, ни духом. Вы в курсе о том, что ваш дом, что у сентября комиссии, соответствующей, был признан аварийным и в ближайшем селе? Нет, не в курсе. Не знаете? Не знаю, нет. Нет, никто не повисел. Когда это было? Нет, не известно. Нас не оповестили, мы об этом не знаем. Никто ничего нам не говорил. Нас никто не оповещал, ничего нам не сообщали об этом. Получается, что приняв жизненно важное для жильцов этого дома решение, их самих никто поставить в известность не удосужился. А ведь прошло уже пять дней. Или в городской администрации всерьез считают, что жители этого дома, подавляющее большинство которых пенсионеры, регулярно посещают их сайт, да и вообще пользуются интернетом. Более того, в том же самом объявлении указано, что жильцы дома должны самостоятельно собирать документы и предоставлять их в межведомственную комиссию. Притом, что многие жильцы в силу возраста и состояния здоровья в принципе не могут покинуть свою комнату. Да и нужно ли вообще какое-либо документальное подтверждение аварийности дома, которое грозит обвалиться в любой момент, как другие точно такие же рядом с ним. Непонятно еще и то, куда именно будут переселены жители. Как показывает практика, зачастую улучшенными условиями оказываются комнаты в соседних морозовских казармах. Но когда аварийными признают их, куда отправят жители в этом случае? Никита Васильев, Антон Шишкин, ТВ Тверь